Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Почему я для тебя выбрала именно такой тренинг? Я хочу, чтобы ты один день прожил как человек с ограниченными возможностями. Если ты ничего не будешь делать, то через 2-3 года ты будешь настоящим инвалидом. У меня шоу. А просто зараз ваша кухня доси наполнена сручным та дешевым пластиковым посудом с хамениця. Девушки отдыхают Здравствуйте, мои хорошие. Вы правильно сделали, что снова пришли ко мне в гости. Я уверена, у каждого дома есть вот такие лотки. Они удобны в использовании, долговечны и могут вам навредить. Вы не ослышались. Пластиковая посуда таит себе угрозу для нашего с вами здоровья. Как уберечься, знает мой друг Константин Грубыч. Костя, здравствуй. Привет. Сегодня я вам расскажу, как уберечь свое здоровье и здоровье своих близких, чтобы обычный посуд был все-таки более безопасным. Самые полимеры, они не шкодливые. Но после технологической обработки мы получаем вот такой посуд, который может при неправильной эксплуатации зашкодить нашему здоровью. А именно, зашкодить сердцево-судинной системе, кишковому тракту и привести до онкологических заболеваний. Думаю, правильно тебя поняла. С такой посудой нужно расставаться. Не поспешай, Надя. Вот, подивись, а навіть кошек у тебя без пластику. Поставь, будь ласка, контейнер. Так, и ведро оставим тоже? И поставим ведро. Для начала, бачишь, у меня тут супчик варится. Ну, кастрюлька, слава богу, металлическая. А чипачок? Половник, нехай постоять. Что с ним будет дальше, мы подивимся. А пока что расскажем, какие бывают виды пластикового посуду. У всем свете существует единственное маркувание для всех пластиковых виробов. Одноразовый посуд, где больше, выготовляют из полистирола. Он назначается на маркувании вот таким трикутником, в середине цифра 6, або латинскими литрами ПС. Итак, полистирол. Можно посмотреть поближе, какая именно посуда, изготовленная из этого материала. Подивись, очень много посуду. Это и тарелки, и миски, и вот такие одноразовые стаканчики, и выделки с ложками. Чем небезопасен полистирол? Как ты считаешь? Ну, я не знаю, чем он опасен, но здесь написано. Для холодных пищевых продуктов. И этот значок ПС. Для холодных продуктов. Если использовать этот одноразовый посуд для горячей еды, то он может выделять такую небезопасную речевину, как стирол. А стирол может оседать в печенице и вызвать цирос, может порушивать нервовую систему. И вообще для нашего здоровья это очень небезопасный токсин. А если мы это используем, например, в еду, на работе, щодня, то задумайтесь, что вам важливее. Как еще можно определить, что посуда из полистирола, если не посмотреть на маркировку? Ну, если не смотрите на маркировку, то вы можете это сделать физическими вправами. Ну, по-перше, полистирольный посуд, он очень легко ломается. Не шкодуй. Один рук и стаканчик поломали. Хочется, конечно, и это сломать. Но оно многоразовое. Дивися, Надейка, мы имеем пристрой. Вы дома можете поэкспериментовать, поставить в микрохвильовую печь. И мы подивимся, если миска расплавилась, то это означает, что при нагревании в таком посуде в еду потрапляют токсины. А это ведет до тех негараздей, про которые я уже сказал. Сколько минут нам понадобится для того, чтобы провести эксперимент с посудой из полистирола? Ну, минут 15. Вот так вот. Мы посмотрим, что получится из этой тарелки. Ну, а пока, позволь, я вот это уже отправлю в мусорное ведро. С чистой совестью. Ну, есть же и другие виды пластиковой посуды. Безумовно. Инший популярный пластик – это полипропилен. А позначается на маркувании полипропилен ось таким трикутничком, в середине цифра 5, або латинскими літерами ПП. З него выготовляются ось такие контейнеры, також посуд багаторазового использования. И основная отличность полипропилену от полистирола в том, что в этом посуде можно разогревать харчу. Он держит температуру более 100 градусов Цельсия. В чем опасность полипропилену? Он, безусловно, надежный за полистирол. Но, если вы вживаете алкогольные напои из вот такого стаканчика, то выделяется фенол и формальдегид. Випиваючи ковток алкоголю из полипропиленового одноразового стаканчика, вы отруюете свой организм дозой фенолу и формальдегиду. До речи, формальдегид – прозорий газ с ризким запахом, что хорошо разочиняется в воде и спирте. 40% разочин формальдегиду разом с водой и метиловым спиртом – тот же формальдегиду, который используют для бальзамирования померлых. Эти токсины могут помогать нам в лапках ослепнуть, получать эти распечинки и остатки небажанных хвороб. Ничего себе! Это будет вред не только от алкоголя, но, наверное, еще и больше вред от пластиковой посуды. Но на вот этом лотке, я смотрю, здесь обозначение температуры – от 120 до минус 18. Это при такой температуре можно полипропиленовую посуду использовать? Безумовно, можно использовать. Как еще определить, что посуда из полипропилена? Ну, его можно, этот контейнер, разогреть в микрохвильевой печи, и если за минут 10-15 никаких деформаций не будет, то мы имеем справу с полипропиленом. А еще можно погнуть. Вот мы имеем стаканчики одноразовые из полипропиленом. Они не ломаются, на отличие от полистирола. Ты же помнишь, как тело ломалось? Все, папир. А это все-таки больше гнучкий и пластичный материал. Но не забывайте, что и полистирольные стаканчики, и полипропиленовые – они противопоказаны для алкоголя. Потому что при контакте с алкоголем, этот пластик выделяет небезопасные токсины для нашего здоровья. Но все-таки в такой одноразовый стаканчик можно наливать горячие напитки, например, чай? Ведь здесь написано «для горячих пищевых продуктов». Можно, если это делать не часто. И, о, наверное, наш эксперимент подошел к концу. Я напомню, что там… Можно я возьму прикладочку? Обязательно, там же горячо. Там находится тарелка из полистирола, и мы хотим увидеть, что с ней произошло в микроволновке. О, по-перше, запах. Дуже смердит. Подивися. Розплавилась. Розплавилась? Это говорит о том, что при высоких температурах, если мы поставим, конечно, на 15 минут ставить не будем, но даже если мы на несколько минут поставим суп или борщ разогреты в этой мисочке, то в середину в горячо попадут небезопасные токсины. Это нам не нужно. Выкидаем. Это святя также. И для чистоты эксперимента давай произведем ту же манипуляцию с посудой из полипропилена. Вот этот лоточек, например. Доброе. Подивимся. Ставим, закрываем и ждем. Есть ли еще какие-то продукты, которые нельзя класть в полипропиленовую посуду, помимо алкоголя? Полипропилен очень не любит жирные продукты, кислые. Часто на работу много людей носит саме жирные харчи. То при контакте с жирами выделяется формальдегид. Формальдегид может вызвать тяжкие аллергические заболевания, экзему и проблемы с кишково-травным трактом. А здесь я вижу, что из полипропилена делают даже детскую посуду. Безопасно ли это? Ну, если этот посуд позволен для использования Министерством охраны здоровья, то все же таки можно. Но не часто. Я бы особо своей дитине пить напои из такой вот фляжечки не давал бы. Итак, почти 15 минут полипропиленовый лоток находится в микровоморке. Как говорим, мы на кухне пора доставать. И если выяснится, что он расплавился, но нет. Никаких деформаций. Никаких деформаций. У нас просто сегодня целая серия экспериментов. Посуду мы нагреваем в микровоморке. Черпак варится в супе. Для чего? Всему свой час. Он еще не доварился до нужной кондиции. Это мне напоминает кашу из топора. Но только, боюсь, топор полезнее, чем вот эта пластиковая посуда. Я понимаю, что мы этого делать дома не будем. Мне дружина завжди каже, вытягай половник из супа, когда он варится. Но для эксперимента это необходимо. Пока что у нас еще есть restа посудов на этом столе, про который стоит рассказать. Пластиковые бутылки. Вот уж, пожалуй, самая распространенная тара, ну, например, для напитков. Даже после того, как купишь газированную воду в магазине, потом для чего-нибудь обязательно пластиковую бутылку дома используешь. Вот такие пляшки, где больше, делаются из другого материала. Это полиэтилен, терефталат. И назначается он вот таким трикутником, в середине цифра 1, або литрами ПЭТ, або ПТ. Сейчас в мире для приготовления пляшок используют два вида пластика. Полиавинил хлорид и полиэтилен терефталат. И если первые рекомендуют использовать только для воды, то с другойю приготовляют пляшки для газовых напоев, воды, соков, молочных продуктов, растительных оливков и даже пива. До речи, самое что до пива, ныне точатся дискуссии. Примером, співробитники Центру незалежної споживчої экспертизы Санкт-Петербурга, провівши своє дослідження, дійшли висновку, что после трех месяцев зберегания, якість пива в ПЭТ-упаковці резко снижуется. Навіть больше, воно може завдати шкоду организму. Проте, питание пити чи не пити с пластика и в Украине, и в России пока что залишается с правою смаку. В чем же отличие этого материала от других? Отменность этого материала в том, что его можно використовувати протягом целого року. Потому что через рік, якою б идеально не была пляшка, она начинает выделять небезпечные токсины. А це прямий шлях до лікарня. С такой бутылкой я сама невольно провела эксперимент. Мне нужна была тепленькая вода, а из кулера льется либо холодная, либо горячая. Я сперва холодной налила, потом стала лить горячую, и у меня бутылка вот так вот вся искорежилась. Сейчас мы это продемонстрируем. А еще наши люди любят чай заваривать, даже в таких пляшках. Ух ты! Идешь на работу, закидаемо два пакетика, маем окреп, заливаем. Подивися, Надь. Оооо! Что происходит? Плавится. Наша пляшечка деформуется просто на очах. Подивися, зігнулася. Кошмар. Тобто горячие напои у пластиковые пляшки заливати категорично не можно. Даже в этот момент там отбывается химическая реакция и выделяются токсины, которые небезпечные для нашего здоровья. И этот чай, пожалуй, я тоже отправлю в мусорное ведро. И сделаешь абсолютно правильно. Ну вот эта вот посуда кажется довольно прочной. К тому же она симпатичная, на полках магазинов сейчас полно такой. Безопасная? Я скажу, что это сделано с меламину. А это материал, который заборонен для использования почти в всех европейских краях. И Россия даже приняла урядовую постанову, которая забороняет использование меламину. Кілька років тому у Китая, ты чула цей скандал? Да, меламиновый скандал. Когда дети погибли из-за того, что меламин попал в детское питание. А в Украине цей посуд не сертификованный. Він ніяк не позначается. Единственное, чем мы можем его выяснить, это вот такой очень яркий белый колор и звук. Характерный. Такого посуду меламинового не можно годовать даже домашних тварин. Потому что он выделяет такие токсины при контакте с ежей, которые негативно впливают на нервную систему, на дыхание, на очи. И если, например, женщина в положении, то для будущего детей возможны проявления синдрома Дауна. Цей посуд, он достаточно дешевый, и его продают на базарах, просто с раскладок, везут из разных стран. И если он еще у вас дома есть, посмотрите, пожалуйста. То моя вам порада, здоровье дорожче, выкидайте, купуйте краще керамический посуд, ну або багаторазовый с полипропиленом. А половник, который у тебя в супе варится, это не меламиновый часом? Суп заваренный, черпак меламиновый. Подивися, что с ним произошло. Трещины достаточно быстро, а в эти трещины заходят бактерии, выделяются токсины, формальдегиды. Выкидаем этот черпак и используем обычный металлевый. Выбрасываем безжалостно. Молодчина. И если дома вы не сразу увидите вот этот эффект, который мы сегодня увидели воочию, то это только потому, что мы так долго половники в супе не держим, а со временем все недостатки меламиновой посуды обязательно проявятся. И не только внешне, но и в вашем организме. Меламин, долой. И суп цей бы я теж выкинул, але потім. Цей посуд дуже часто яскраво розфарбовывают, а це ще один минус. При выготовленні таких фарб використовуються сполуки важких металлів, а це дуже погано впливає на здоровье людини. Страшно переходить к еще одному виду пластиковой посуды. Но очень важно, ведь это посуда, из которой готовят вот такие вот детские бутылочки. Цей пластик называется поликарбонат. Маркуется такой поликарбонат вот таким трикутничком в середині цифра 7. Так насколько же безопасен поликарбонат, из которого в том числе изготавливают и посуду для грудничков? Ну, порівняно з іншими видами пластику, який мы сьогодні тут розглядали, поликарбонат найбільш безпечный. Він дуже міцний, він дорогий, з нього выготовляють кули непробивное скло, навіть детали для амуніції космонавтів, роблять шоломи для велосипедистів. Тобто це дуже гарний матеріал. Ну, внешне он чем-то похож на меламин. Можно ли их отличить, если не обращать внимания на маркировку? Ну, его можно відрізнити. По-перше, він глухий при... Чуешь? Не такий дзвінкий звук. Ну, и найголовніша ознака – пластик у декілька разів дорожчий – поликарбонат. Тому що вироби з цього поликарбонату, вони не можуть бути дешевими апріорі. Ну, раз уж космонавтам делают что-то із поликарбоната, так это что, совершенно безопасная пластиковая посуда? Ну, безопасно. Але в такі пляшечки, в такий посуд можна заливати лише охолоджені харчі. Тому що, якщо їжа тепла, то виділяється такий токсин, як бісфенол-А. Бісфенол-А – речовина, яку вже протягом 50 років використовують для затвердіння пластмас. Зокрема, для виготовлення поликарбонату, з якого виробляють пластикові дитячі пляшечки. Понад два роки тому Єврокомісія проголосила заборону на використання бісфенолу-А в виробництві пластикових пляшок для годування немовлят. Причиною заборони стали дані низки наукових досліджень про небезпеку, яку становить речовина для дітей. Нині дитячий посуд з бісфенолом-А також заборонений в Канаді, Данії, а січня 2015 року і у Франції буде заборонено будь-які упаковки з бісфенолом-А. Тим не менше, Комісія Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я, вивчивши наукові публікації, що стали підставою для цих заборон, прийшла до висновку, що концентрації бісфенолу-А в пластиковому посуді не загрожують людині. Тож, що варто ризикувати здоров'ям своєї дитини? Чи краще переплатити за скляну пляшечку для годування? Вибір за вами! Якщо виробник попереджає про наявність бісфенолу, то йому можна лише сказати браво. А розумні, грамотні матусі і татусі повинні пам'ятати, що бісфенол-А може призводити до багатьох негаразів. Ну, порушується репродуктивна функція, може порушуватися серцево-судинна система, кишковий тракт, може бути цироспечінки і букет всіляких хвороб, не буду вас тут лякати, він безмежний. Пластиковий посуд – це матеріал не для щоденного використання. І, тим не мене, відмовлятися від пластиковой посуды, як ти сам правильно зрозумів, практично невозможна. Ти знаєш, я зрозуміла, що у пластиковой посуді иногда з'являється такий характерний неприятний запах. Що б це значило? Ну, інколи, навіть коли купуєш пластик, то він вже пахне. Це порушення у технології виробництва. Тому що нормальний пластик, якісний, він не має ніякого запаху. Навіть ось такий полістирольний, він нічим не пахне. Ну, а якщо запах є, то це або зроблено десь на підпільному підприємстві, або неправильні інгредиенти додали. Зависить ли качество і состав пластиковой посуды від того, якого вона цвіта? Чим менше кольору, тим краще. Ну, якщо це поліпропілен, то не так страшно, якщо кольори такі приглушені. А якщо вони дуже яскраві, то, можливо, при виготовленні фарби застосовувалися сполуки важких металів. А це теж негативно впливає на здоров'я людей. Ну, от мій любимий бело-сіний лоток, як виясняється, зроблено з поліпропілена. Маркировка є, а це значить, що жирну пищу чи кислу пищу я сюди положити не можу. Неужели нет безопасной альтернативи вот такой вот пластиковой посуді, к которой ми так привыкли, ведь она действительно удобная? Є альтернатива. Перша – користуватися таким посудом не щодня. Інша альтернатива – це одноразовий паперовий посуд. Він більш дорогий, але якщо ви цінуєте своє здоров'я, хочете прожити довше і якісніше, то краще купувати паперовий посуд. І щоб він не був кольоровим. А ще, Надійка, у мене є сюрприз для тебе. Наостанок. Ми тут дуже багато говорили, що не можна із ось таких стаканчиків пластикових вживати алкогольні напої. Альтернатива є. Якщо ви збираєтесь у дальний путь з гарним супутником. Костя, не ожидала, якщо чесно. То джентльмени досвідчені мають ось таку фляжечку. Ось такі є, подивіться. Чудові набори. Нержавіюча сталь. Наливаємо. Якщо вам є 21 рік, і ви здоровий, то по 15 грамів кон'ячку, я думаю, що не гріх буде і пригубити. Пластиковая посуда не безвредна, як ми надіємося. Але поскольку без неї вже не обійтись, то дуже важливо пользоватися її правильно. А ми тепер з вами це умеемо робити. Дякую тебе огромне. Дякую. Команда щоденників східнення впевнено прямує до мети ідеального тіла. Минулого четверга ми зважили наших участників і результати вразили навіть їх самих. А сьогодні ви побачите, як Аніта Луценко перетворить звичайний стілець на універсальний тренажер. Тут поводі стуле. Маму не бачите, дам, стойте лачу. Ось такого движення я не показувала, еротичне ви мої. Було таке відчування, що ти зараз просто хрохнєся лицом на пол, да і все. Ребятушки, Апуховський дышит нам в затилок. Ви должны бути краще, ніж первая команда. Я ще... Саша, ти материшся? Тут вже все, тут вже накрило, мат вже і все пошло. На минулому зважуванні Аніта була вкрай незадоволена результатами Сашка. Якщо він не візьметься за себе, то він просто профукає свій останній шанс в життя стати нормальним, красивим парнем. Анніті нічого не залишалося, як покликати на допомогу подругу психолога Наталю Холоденко. Може, хоч їй вдасться примусити молодика бути не таким ледачим? Здравствуйте. Здравствуйте, Саша. Меня зовут Наталья, я психолог. И сегодня я приехала к вам для того, чтобы вам помочь. Проходите. Когда я открыл дверь, я подумал, что, видимо, ошиблись, не туда пошли, потому что я так подумала, а с коляской зачем-то? И хожу, и это, и на ногах крепко стою, а коляска тут при чём? Проходите. Смотри, ты слишком часто себе в жизни, учитывая твой молодой возраст, позволяешь отказываться от своих целей. Например, я знаю, что ты хотел быть автогонщиком и отказался от этой мечты только потому, что тебе мешал живот. И я думаю, что ещё очень много целей в твоей жизни не реализованы именно из-за того, что ты позволяешь себе соглашаться с тем, что у тебя не получается. Всё правда, так оно и есть. Как только какой-то цели хочу добиться, сразу с такой сложностью я отхожу от неё. Ну что, присаживайся. Когда я сел, то было сразу шок. Очень страшно было. Саша, как ощущение первое? Довольно страшно. Мета Наталья Холоденко – показать Сашкове, что он власноруч пререкает себя. Тогда, когда другие люди с ограниченными возможностями прикутят до инвалидного войска за станом здоровья, Сашко сам своими ленивщами делает всё, чтобы остановиться в нём. Именно в инвалидную коляску я посадила Сашу для того, чтобы он почувствовал себя человеком с ограниченными возможностями физически. Причём он ограничивает себя сам. Я хотела показать ему, что через год, через два он реально мог бы в ней оказаться. Я думаю, что Саша мог бы легко дойти из его профессии повара. Легко и до 200 кг. Сейчас твоя задача – приготовить себе покушать. Ты попробуй это сделать, например, омлет и овощи. Сейчас попробую. Раньше я мог подойти просто к плите и встать себе нормально тут. Сашко приголомшений. Він навіть не здогадывался, что готовить сидячи в инвалидном войску – дуже важко. Навіть ему, кухарю, який каждого дня по кілька годин стоїть біля плити. Так, надо же шамлет солью засыпать. Я ещё перцем люблю. Конечно, о! Соль-то ладно, я достану. А вот перец? Ого! Да. Не, будет сегодня всё без перца. Тяжело. Даже пот есть, да, уже устал. Однако на цьому тренинг для Сашка не заканчився. Наступный этап – на вулиці. Твоя задача сейчас – сделать обычные повседневные дела. Сделать покупки в магазине, в аптеке, проехаться в общественном транспорте. Сделать всё то, что ты делаешь каждый день. Когда я столкнулся с ситуацией, когда мне надо было зайти в магазин, и я при этом увидел своё первое препятствие – это ступеньки, то задумался сразу, о, а как я куплю себе продукты? Как буду выживать дальше? Да не, ну тут даже… Я сюда просто не заеду. Окей, Саша. Двигаемся дальше. Может быть, всё-таки какие-то двери сегодня для тебя откроются. Нет. Для инвалидов не рассчитано здесь. Давайте я помогу. Нет, это нереально вообще. Саша, я хочу, чтобы ты сейчас прочувствовал, что тебе только 20 лет, но ты беспомощный. В обычной жизни, когда я жил, я просто не замечал то, что я ходил по магазинам, я покупал продукты. А на инвалидной коляске я ощущал то, что я всех этих элементарных вещей просто не могу сделать. Нет. Я даже пробовать не буду. Сашко настолько шокованный, что у него забракло слов. Він так и не смог ничего сделать, сидячи в инвалидном виске. Но випробование на этом не закончилось. Когда я стоял на остановке, и маршрутки проносилась одна, то другая, и при этом некоторые останавливались, и люди выходили. Не могли даже подойти и спросить самого элементарного вам помочь там или что-то. А водители даже не задумывались подъехать поближе к тротуару и просто выйти помочь даже. Осознание пришло не сразу. То есть шоковая ситуация, шоковая терапия. Аби Сашко реально захотел больше не шукати себе відмовки и активнейше взявся до сходнения, Наталя вирішила сделать хлопцеве сюрприз. Саша, как ты видишь, я привезла тебя вместо твоей мечты. Самое главное, что я хочу, чтобы ты здесь понял, чего ты себя сам лишаешь тогда, когда ты отказываешься от своих амбициозных целей. Вот как твои ощущения здесь? Вообще, аж в сердце там так стучит все. Но поскольку на данный момент ты себя проживаешь в роли человека с ограниченными возможностями, все, что тебе доступно, это только посмотреть со стороны. Саша, ну так. Паленая резина вообще. Этот запах, этот запах этой паленой резины. Я люблю его. Справжним шоком для Сашка было те, когда биле него остановилось авто. Здравствуйте. Здравствуйте. Саша, это Сергей, инструктор по экстремальному вождению. Сережа, я сегодня привезла Александра сюда, потому что когда-то он мечтал быть автогонщиком. И сегодня я хочу, чтобы он почувствовал разницу между тем, когда ты наблюдатель за своей мечтой и активный участник. Ты знаешь украинского автогонщика Алексея Мочанова? Да, я его фанат. Он сейчас находится в подготовке к очередным своим соревнованиям. Он смотрит за тобой и поручил мне провести с тобой мастер-класс. Саша, я разрешаю тебе встать с этой коляски. Наконец-то. Для того, чтобы почувствовать разницу между тем, когда ты находишься в ограниченных возможностях, и между тем, когда перед тобой открыты достижения любых целей. Спасибо огромное. Ну что, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Вообще супер! Это такие ощущения, что, блин, их даже не передать. Это надо попробовать. Супер, молодец. У тебя есть чувства определенные автомобиля, которые можно развивать. Если ты поставишь себе какую-то цель, ты эту цель обязательно добьешься... Это вообще супер! Ощущения такие, что еще и еще сильно хочется. И, блин, я не могу даже это сказать, что как... ну, вообще эмоции переполняют. После этого дня, что я провел в инвалидном кресле, я уверен, что все свои мечты я смогу воплотить в реальность. Теперь Сашина жизнь будет полноценной, такой, какой она должна быть у 20-летнего парня, перед которым открыт целый мир возможностей. Итак, у нас осталась еще одна неделя тренировок, поэтому проведем ее максимально эффективно. Начнем с разминки. Как вы уже поняли, для сегодняшней тренировки вам придется найти у себя дома стул. С помощью одного стула мы сегодня проработаем все мышцы. Поймем. Начинаем с плеч. Хорошо вращаем, разогреваемся. Соберите руки в кулак. Почувствуйте силу в руках. Хорошо. Круги вперед. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вращаем ровными руками. Большие-большие круги. Обратно вперед с разгона. Так. Оставляем руки. Упираемся руками. Упираемся в бедра и округляемся. Разминаем спину. Костя, согни колени. Расправь плечи. И с выдохом округлились. Хорошо. Разрабатываем спину и включаем мышцы пресса в работу. Еще два. Еще один. Отлично. Раскручиваемся, поднимаемся наверх. Подходим к стулу. Стул нам сейчас послужит опорой. Держимся левой рукой за стул. Правой захватываем свой носок. Мягкий наклон вперед. Немного вытянули колено назад. Отлично. Возвращаемся. Другая нога. 3, 2, 1. И убираем ноги. Стряхиваем ноги. И для первого упражнения нам нужна спинка стула. Мы ставим руки на пояс. 10 раз проносим ногу наружу. Затем еще 10 раз работаем вовнутрь. Включаем еще больше мышцы живота. Следите за тем, чтобы стул остался на месте. Готовы? Да. И 10. Осталось 9 стульев. Я хочу, чтобы вы настраивались делать сразу правильно. Сработаем наружу. И 10. 9. Отлично. 8. 7. Еще поднимайте ногу выше. Если вы не уверены, что сможете пронесить ногу над стулом, немного отойдите назад. Но все-таки держите ориентир спинку стула. Завтра у вас получится поднять уже ногу выше. И 10. Был шок. Честно, от стула был шок. Было, конечно, жесть. И сложнее вовнутрь. Поехали. И 8. Еще 7. 6. Работаем, работаем, работаем. 5. Хорошо. Выше, выше, выше. 4. Саша, отлично. 3. Костя. 2. Хорошо. 1. Левая нога. Работаем наружу. Поехали. И 10. 9. Вы себе просто не можете представить, как у вас улучшается форма ног. Как вы худеете. И работаем вовнутрь. И поехали. 10. 9. Выкладываемся. Владимир, отлично. 8. Хорошо. Когда видишь перед собой реальную преграду, ты действительно пытаешься все-таки ногу поднять. Саша, ты видишь свои результаты? Да. Ты понимаешь, что ты можешь сделать, если захочешь? Захоти. Еще один. Ставим руки под ягодицы, садимся на них. И сейчас мы с вами будем прорабатывать трицепс. Сгибаем локти и выпрямляем. И вниз, и вверх. Еще. Вниз, и вверх. Запомните, чем дальше у вас стоят ноги от стула, тем вам сложнее. Внимание. Вот такого движения я не показывала. Эротичные вы мои. Приготовились. Пять раз. И раз. Очень тяжело. Прямо я не знаю. Руки три раза вроде ничего. Четыре раза. А потом, ну, хоть брыда за уши тянем, вверх и все. Пять. И садимся обратно. Заводим руку назад. Тянем на себя. Заводим ладошку, так, чтобы она оказалась между лопатками. Меняем другая рука. Хорошо. Хорошо. Растянули. Двигаемся дальше. Пресс. Беремся руками по бокам. Сядьте на переднюю часть стула. Поднимаем одну ногу. И вторую ногу. Сидим. 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 Назад. Не опираться. Нет. В течение 30 секунд удержите это положение. Держать. Владимир, выше, выше, выше. Давайте. До моих. До моих рук дотянуть еще. Десять. Держать. Девять. Терпите. Когда сидишь, живот. Он вроде бы опустился вниз. Ты поднимаешь ноги, но вот он мешает. Три. Отлично. Два. Один. Супер. Хорошо. Продолжаем работать над прессом. Опускаемся в планку. Вы должны следить за тем, чтобы стул не двигался. Это и будет индикатором того, делаете вы правильное упражнение или нет. Подтягиваем колено к себе. Поехали. Двадцать. Девятнадцать. Восемнадцать. Костя, у кого стул едет? Это означает, что ты расслабляешь пресс. Такое ощущение, что ты сейчас просто хрохнешься лицом на пол. Да и все. Зады поопускали. Посмотрите. Если вы стоите вот так, у вас никогда не появится талия. Поэтому опустите, пожалуйста, попу вниз. Стоим. 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 Попа пониже. Саша. Держим. И начинаем подтягивать колени к себе. Поехали. И десять. Девять. Колено к животу. Восемь. Хорошо. Да б***ь. Тут уже все. Тут уже накрыло. То есть уже вырвалось мат уже и все пошло. Ну, блин, я пытался, я старался, но все равно стул двигался. Аня, опусти задницу. Опусти ее. И начни отсюда подтягивать колено и ставить на пол. Отлично. Ребятушки, Абуховский дышит нам в затылок. Да еще. Три. Два. И один. Хорошо. Отлично. Становимся. Наша кардио-часть длится в течение одной минуты. Интенсивные прыжки. Владимир, соберитесь. Я вот так не делаю. Боже, ну они ци ножницки, насколько они просто кажутся, да? Ну, як робить их, ну, правда тяжко. Пять. Работаем руками. Четыре. Три. Два. Один. Отлично. Возвращаемся за стул. У нас с вами второй подход. Всегда второй подход делать намного легче, чем первый. Три. Два. Один. Право и наружу. Поехали. Десять. Девять. Восемь. Нет, ну, это для меня такие вот крики, потому что все упражнения, которые мы делали в тюме, все можно делать дома. В обратную сторону. Поехали. Вовнутрь. Десять. Девять. Колено чуть-чуть держите согнутым. Восемь. Опорная нога тоже слегка присогнута. Шесть. Фу. Ты на кого злишься? На себя? Да. Или на стул? На себя. Почему на себя злишься? Потому что я не достиг того, чего я хочу еще достигнуть. У тебя получится, как ты считаешь? Да. Поехали. Работаем. Вовнутрь. И еще. Пять. Четыре. Надо уже выкладываться по полной. Показать тот максимум, чтобы все-таки был какой-то результат. То есть я достигну той цели, которую я поставил перед собой. Отлично. Один. Хорошо. Левая нога. Наружу. Поехали. Десять. Девять. Восемь. Получается? Семь. Отлично. Хорошо. Шесть. Лицом вперед, Саша. Десять раз вовнутрь. Поехали. И десять. Девять. Еще. Восемь. Работаем. Спину держим. Семь. Катя, выкладывайтесь, выкладывайтесь. Полную силу. Еще. Резче, резче, резче. Уже ноги размялись. Хорошо. Проносим. Еще выше. Три раза. Раз. Туловище держи ровным. Два. Отлично. Все справляются. Три. Возвращаемся вперед. Работаем над руками. Вот эта часть ваша вам нравится? Если нет, то это упражнение именно для вас. Приступаем. Ставим руки под ягодицы. Выводим таз вперед. Поехали. И... Пятнадцать. Выдох. Четырнадцать. Выдох. Таз поднимаем только до уровня стула. Выдох наверх. Еще. Выдох. Помните, всегда мы выдыхаем тогда, когда прилагаем максимальное усилие. Выдох наверх. Анечка, сделай, пожалуйста. Ноги не держат. Твои ноги тебе не держат, потому что они у тебя слабые. Да. Пока ты ничего не сделаешь, они так и будут продолжать у тебя быть слабыми. Я поставлюсь. Доделываем еще за Анечку. Она мне сказала, знаю, что это сложно, скажем, но ты попробуй. Да, у меня там раз, второй раз, но на пятый, десятый я думаю, что выйдет. Пять. Отлично. Садимся на стул обратно и быстренько растягиваем одну руку. Ладошка у нас получается между лопатками. Локоть направлен в потолок и меняем другая рука. Хорошо, идем дальше. Пресс. Садимся на самый край стула. Руками беремся с двух сторон, отклоняемся назад, только на спинке не лежать. Виктория, поехали. Одна, другая нога, можно поднять по очереди, так будет чуть легче. И время пошло. Держим, держим, держим. Поднимите колени еще чуть-чуть выше. Держать. Выше, выше, выше колени. Саша, давай, 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 через силу. Аня. Когда Анита там подошла и сказала, когда это правильно сделать, я уже там последние пару минут сделал правильно. Три. Вика, я все вижу. Еще два. Да. Один. И опустились. Отлично, молодцы. Но с прессом еще не все. Возвращаемся к планке. У кого едет стул, вместо того переделываем еще 20 повторений. Да, ф**к, с**кинки, т**кинки. И поехали, работаем. Колено к себе. 20, 19, 18, 17. Еще бы отметил, конечно, Аню. Некоторые вещи, которые, опять же, говорить не могу, она делает. Ну, Аня вообще молодец. Пять. И еще считаем слух. Четыре. Три. Два. Один. Знаете, что меня радует? Что Анечка теперь делает упражнения, а не говорит, что она не может. Аня, молодец. Я просто стараюсь. Хорошо, наша кардио-часть. Ножницы готовы? Что? Да. Что? Да. Поехали. И одна минута. Работаем, работаем. Руки шире. Представили себе, что в руках. Лыжи, лыжи. Давайте, работаем. Не хватило себя со стороны показать, как буренка начнет. Я уже потом под конец уже в руки не держала, уже прыгала, уже с руками, с ногами, как надо было. Владимир, не останавливаться. Вот когда тяжело не останавливаться? Три, Владимир, два, один. Есть. Пьем воду. Глоток воды. Владимир, вы бы лучше пригласили девушку на свидание, чем просто помогать бутылочку открывать? Когда человек с лишним весом, ему даже уже тяжело просто подняться, а еще куда-то пойти, а еще что-то сказать, а еще что-то. Тут уже такая в голове броня. Если ты сам себе не нравишься, то ты никому не нравиться не будешь. Постушевался чуть-чуть, конечно, может быть, он сам еще не готов. Вика, а вы вообще на свидание хотели бы сходить? Да, с удовольствием. На свидание так всегда приятно. Почему не пойти, не пообщаться с хорошим человеком? Все же мечты сбываются, правда? Будем надеяться, что семья состоится. И самая приятная часть – это заминка. Отойдите чуть-чуть подальше, поставьте ноги чуть пошире и опускаемся вниз. Хорошо провисаем, растягиваем грудные мышцы, хорошо прогибаемся. Это упражнение подойдет тем, кто сутулится. Например, как наш Константин. Бросьте голову вниз, висим, получаем удовольствие и глубоко дышим. С каждым выдохом опускайтесь еще чуть-чуть ниже. Константин, вам приятно? Очень. Очень хорошо. Саша, руки ровные. Бросьте голову полностью, расслабьте ее. Чувствовал такое расслабление, усталость уходит, и расслаблялся. Придерживаясь за стул, наклоняем голову в сторону и описываем полных три круга головой в одну. Медленно, медленно, не спеша, с удовольствием опускаем плечи, формируем нашу правильную кость. Опусти плечи. Во. И в другую сторону. Главный момент – опустить плечи, расслабить их. Учитесь расслабляться после того, как напряглись. Аня вообще там в полном удовольствии. Есть! Я вас поздравляю. На сегодня тренировка окончена. И если вы тренируетесь вместе с нами, то наверняка почувствовали прилив бодрости и энергии. Но не забудьте потренироваться во время утреннего выпуска «Все будут добрые». И хорошее настроение вам тогда будет обеспечено на весь день. Ну, для вас, ребята, все. А, Владимир, у меня для вас есть сюрприз. В 18.00 на Майдане на Залежности вас будет ждать женщина. Так что бегите, не опаздывайте. Всем до свидания, до завтра. Пока! Сейчас на нашей кухне будет происходить нечто магическое. Ведь у меня в гостях сегодня экстрасенс Хаял Эликперов. И он точно знает, как приготовить блюдо, которое принесет удачу. Здравствуй, Хаял. Привет. Оскільки в Украине сейчас пест, я научу вас готовить очень популярную на Близьком Сходе пестную страву. Фалафель. Фалафель – это гороховые котлеты с разнообразными приправами, которые продают как в фешенебельных ресторанах, так и в бюджетных кафе. Рецепт вынешли египтяни. И присвоить его пытаются страны всего Близького Схода. Израильтяне, например, относят эту страву к своей национальной кухне. В некоторых странах даже продаются уже готовые сумиши, которые стоит только залить водой, сформировать в кульки и обсмажить. Секрет популярности фалафелю криется в неймовірной поживности гороху нут, а кроме того, в швидкой засвоюванности продукту, что очень важно для людей, которые живут в спекотном климате. Еще одна преимущество – буквально двумя котлетами можно нагодовать дорослого, сголоднелого человека, при том, что собевартность ингредиентов совсем невелика. Что нам понадобится, чтобы приготовить фалафель? 250 грамм турецкого гороху нуту, 100 грамм репчастой цибули, 50 грамм болгуру, 100 грамм пшеничного борошна, кинза, три зубчики чеснока, зира або кумин, мелиный перец чили, сель, распушивач для тіста и масло для фритюра. Для начала, чтобы приготовить фалафель, замочить нут на 8-10 годин. Краще на ночь. Когда он вбере воду и разбухнет, его будет очень просто и быстро готовить. А чем же можно заменить нут? Ведь все-таки этот турецкий горох не так распространен у нас в Украине, как обычный. Нут можно заменить украинским горохом. Особливо разницы не будет. У разных странах используют разные языки. Иногда даже делают фалафель с квасоли или сочевицы. Но мы пойдем за классическим рецептом и приготовим с нуту. Вот эта крупа, которая похожа на рис, как ты говоришь, она называется? Бургур? Вона называется булгур. Это такая крупа, она очень популярна в рецептах Близького Схода. И если не можете ее купить, замените обычным рисом. Сейчас, Надю, будем начинать. С удовольствием. Розмоклий горох мы перетремо в блендере. Наша кухонная машина справляется со всеми задачами моментально. И вот сегодня мы даже увидим, как горох превращается в фарш для фалафеля. Потом до нуту нам нужно будет добавить пів склянки воды и одну очищенную и разрезанную цибулину. Хаял, кстати, ты вообще готовишь часто дома? Ой, Надю, я умею и прати, и прасувати, и готовить. На посаду шеф-кухаря фешенебельного ресторану я не претендую, но гостям моим куховарством всегда задуманны. Ты так уверенно справляешься с этим, что я невольно вспомнила, как ты участвовал в пост-шоу «Мастер-шеф». Так, я змагался с экстрасенсом Денисом Холодницким. Да. Під керівництвом Ектора нам треба було приготовить гуляш по-чески. И я переміг в цьому двобой. А это значит, что ты можешь легко справиться с любой задачей, в том числе и с кулинарией. А может быть, ты когда-то даже хотел посвятить себя кулинарии? Моя мама довгих девять роков не могла мати детей. И когда я родился, я обещала, что присвятить своё життя моему вихованию. После меня родились ещё молодшие брать и сестра. Но мама меня, как старшего, навчала всём, что умеет сама. Ещё маленьким я спостерегал, как она работает по господарству, а трохи подрослевши, стал ей усьому допомагать. Для приготовления фалафеля нам понадобится кинца прямо вместе со стеблями. С табло не завадить. Это же самісники витамины. Оставь немножко на украшение, вдруг понадобится. Капелюшку. О! Это для оздобления. Какой интересный фарш получается для приготовления фалафеля. Запоминайте, пожалуйста. Ну, ты научился готовить хаял, и для себя, наверное, можешь приготовить сам. Но всё-таки приятнее же, когда заботливые женские руки для тебя готовят. У тебя есть девушка, которая готовит для тебя завтрак, обед и ужин? На жаль, я пока что не нашёл обранницу своего сердца. Поэтому сейчас моей улюбленной женой залишается мама. Ну, я уверена, что такое событие, как большая любовь, обязательно в твоей жизни произойдёт в ближайшее время. А может такое быть, что эта девушка будет украинка? Ведь ты же уже достаточно долго живёшь в Украине. Знаешь, Надю, это доля моя решила, где я найду свою обранницу. Это старается там, где и мае быть. Мы тебе тоже желаем, чтобы в твоей жизни всё сложилось красиво, романтично и по-настоящему. Дякую. Ты уже попробовал многие блюда украинской кухни. Тебе нравится больше твоя родная азербайджанская кухня или уже украинская, может быть? Я люблю украинскую кухню. Особливо борщ. Конечно. Эта страва не может не понравиться. Муку мы добавляем, да? Так. Фарш для фалафеля. Мы добавляем 2 столовые ложки муки, да? Так. И снова перемешиваемся. И сейчас добавим специй. Кумин, чили. Это мы будем сюда ещё всё добавлять, да? Угу. Так. Жиро нужно ростать. И тогда получится действительно настоящий аромат зиры, если вот так в ступочке её истолочь. И пока ты это делаешь, поделись, пожалуйста, своим украинским опытом. Я знаю, что ты даже некоторые украинские слова благодаря украинской кухне знаешь. Широ дякую. Широ дякую. Так. Дуже добре. До побачення. А мы энцух, эсас, севдим, всё, всё будет добре. Спасибо тебе, Хаял. Это и наши любимые слова. Но я знаю, что, помимо украинского борща, тебе ещё очень нравятся вареники с сметаной. Перший раз я скуштував вареники, коли проходил випробование на проекте «Битва экстрасенсів» в 10 сезоні на «Війні Титанів». Нас запросили в музей Мамеева «Словодавка» в Києві, де проходило освяткування Старого Нового Року. Там я познайомився с красивыми украинскими традициями, побачив, как водят вертеп. И, конечно, нас пригостили национальными стравами. Так вот, вареники с сметаной мне очень понравились. Теперь я часто их ем. Когда мы все перемешали до однородной массы, нам осталось посолить и добавить булбуру. Так, теперь в глубокой сковороде нужно разогреть олёю для фритюра. Какое масло будем использовать, Хаял? Можно соняшниковую, або оливку. Я беру, конечно, рафиновую. Масло практически разогрелось, уже начинает потрескивать, а тесто вместе с булгуром должно немного постоять, да? Треба зачекати, доки булгур трохи розм'якне. А коли це станеться, ми почнемо формувати кульки, які будемо смажити. Но для этого тесто для фалафеля должно несколько минут постоять, чтобы все ингредиенты смешались, а булгур достаточно разбух. 15 минут минуло, наш фарш постоял, и теперь можем формовать из него кульки и по одній класть в олёю, обсмаживать до золотистої скоринки. Конечно, первый нужно скуштовать на сель. И до этого момента, пожалуй, у нас есть минутка для того, чтобы поговорить о волшебном. Кухонная магия существует наверняка, ведь можно сделать так, чтобы блюдо, которое мы готовили, приносили удачу. Так, конечно. Но стоит быть осторожным, потому что можно сделать и наоборот. Знаю, что люди могут делать на ежу очень плохие и опасные ритуалы. Я знаю женщину, у которой был свой маленький бизнес, хорошая семья. И начебто все в ней ладилося до тех пор, пока она не сходила на день родственника к своей знакомой. После того, как скуштовала страви, женщина почувала якусь тревогу. Но она сразу не дала этому значения. А потом, через некоторый час, у нее начались неприятности в родине, в бизнесе и даже с здоровьем появились проблемы. Эти негативы, сделанные ей, были через ежу. Поэтому, Раджо, если ежа у вас вызывает какие-то сумнивы, лучше отмолваться от чувствования. Соблюдайте осторожность. И поскольку все у нас происходит под девизом «Все будет добре», то и энергетика всегда положительная. Смотрите, как готовится фалафель. Весело в растительном масле. Теперь треба зачекати еще несколько хвилин, пока з'явится золотистая скоринка. То, что важна положительная энергетика, когда мы готовим еду и угощаем ее близких, я уже поняла. То, что есть пища здоровая и не очень полезная для здоровья, это тоже понятно. Но, может быть, на энергетическом уровне мы можем сделать что-то, чтобы еда приносила здоровье. Можно зарядить ежу с приятной энергетикой. Когда готовите, обязательно нужно думать о что-то приятное. Не стоит готовить в плохом настроении. Так вы передаете негативную энергетику тем, кто будет ездить. Звучит сварки в родинах. Не забываем помешивать котлеты, чтобы они не пригорели. Когда готовите ежу, пока она варится, помешайте ее за годинниковой стрелкой и думайте про то, чего вы хотите. Ну и такой вопрос, не знаю даже, неудобно вроде бы его задавать. Мы же знаем, что нужно есть понемногу, для того, чтобы оставаться стройными. А может быть, можно просто заговорить еду, чтобы меньше хотелось есть. Тут справа не только в ежи, но и в месяц. И если хотите схуднуть, то такой ритуал желательно проводить на убывающий месяц. Если хотите додать здоровье или удачу, то она взрослая. Да, действительно, магия место даже и на кухне. Особенно, когда мы готовим вместе с Хаялом Алик Первым. Нам остается только ждать, когда фалафель зарумянится. Не больше двух хвилин. Когда котлетки будут готовы, достаньте их и покладите на паперовые серветки, чтобы из них вышел весь заявый жир. Лишний жир нам не нужен. Дивись. Готовы? Подрумянились наши шарики. Нарешті скуштуемо. Довольно быстро это происходит. Минуты три-четыре и фалафель уже можно вынимать, для того, чтобы попробовать. Нагадує мне одну страву из Индии. Да, а пахнет котлетками, между прочим. Ця страва дуже поживна. Ней можно нагодувати целую родину, навіть такую велику, як моя, де троє дітей. Для приготовления восточного блюда фалафель вам понадобится нут или обычный горох, репчатый лук, булгур или рис, пшеничная мука, кинза или кориандр, чеснок, зира или кумин, молотый перец чили, соль, разрыхлите для теста и масло для фритюра. Замочите горох на ночь, чтобы он набрался воды. После этого смешайте его в блендере с нарезанным луком, посолите, добавьте булгур, чеснок и кинзу. Перемешайте и дайте настояться 15 минут, чтобы крупа размякла. Потом добавьте зиру, перец и разрыхлитель. И начните выводить муку. Скатайте получившуюся массу шариками и жарьте в горячем растительном масле до образования румяной корочки. Затем выложите фалафель на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Подавать украшенным зеленью. И у нас, и у вас. Сегодня мы вместе пробуем фалафель. Дозволь, я про тебя подбавлю. Благодарю. Еще один. Тебе, мне. Смачно. Я знаю, что фалафель готовят преимущественно из гороха. С добавлением риса и специи. Но вкус такой, как будто я котлетку ем. Это изумительная находка для периода поста, когда хочется и сытного блюда, а в то же время мы и соблюдаем некоторые традиции. Спасибо тебе, Хаял, и за вкусный фалафель, и за то, что ты научил нас заряжать блюда, которые мы готовим, положительной энергией. И удачи. Дякую. Весна в разгаре. Самое время обновлять гардероб. Как? Спросим у Ромы Медного. Уж он-то точно знает. Уж точно знаю. Привет. Откуда берется мода? Моду сейчас задают производители так называемой высокой моды. Неделя высокой моды проходит в Париже, и это, наверное, самое главное событие в модном мире. Но для многих высокая мода остается недоступной из-за своей цены, потому что одно платье может стоить десятки тысяч евро. Кроме того, Рома, я лично заметила, что не вся одежда, в которой модели идут по подиуму, одежда от кутюр, практична. Иногда такое не наденешь. Кутюр задает те тенденции, которые мы легко сможем интерпретировать и применить в реальной жизни. Как? Сегодня и разберемся. Начнем с одного из самых старых и, наверное, одного из немногих древних брендов, которые до сих пор держатся на плаву, это Шанель. Что мы здесь видим? В первую очередь, фирменную форму жакета, укороченные жакеты. Не только у Шанель, это одна из сильных тенденций этой весны. И в целом, эту форму, форму квадрата, можно применить и в блузах в том числе. Во-вторых, что сразу бросается в глаза? Горошек! Да, горошек по-прежнему актуальный. Ура! Здесь у нас горошек асимметричный, он может быть симметричный, он может быть инверсный. То есть, одна сторона горошек может быть черный на белом, другая белый на черном. Он может быть разного размера на разных деталях, но горошек в моде. Во-вторых, парадоксальное сочетание. Здесь у нас кожаная юбка. Кожаная юбка – это одна из главных тенденций этого сезона. Но я вообще-то думала, что кожаная юбка всегда в обтяжку, как и кожаные брюки. А здесь она так болтается. Такую модель действительно тяжеловато обтянуть, но в целом свободная форма юбки лучше гармонирует со свободным верхом. Но если у вас тяжеловат низ, и вы хотите визуально сделать его меньше, тогда выбирайте плотно посаженную юбку и сочетайте ее с более свободным верхом. Ну и еще одна особенность, которую я подметила – остроносые туфли. Да, остроносые туфли всегда лучше смотрятся в том случае, если речь идет о контрасте объемов и контрасте фактур. Когда мы совмещаем, как здесь, шерсть с кожей, либо мы совмещаем шелк с кожей, либо мы используем парадоксальные по форме вещи, к примеру, юбку Гаде, лучше использовать остроносые туфли, они смотрятся пикантнее. При этом мы можем отметить в этом платье еще несколько тенденций, о которых мы поговорим чуть-чуть позже. Наконец-то перейдем к практическим рекомендациям. Да, сейчас мы увидим, как эти же тенденции реализуются в вещах, которые мы смогли найти в наших украинских магазинах, при этом они стоили относительно недорого, некоторые так вообще задарма, некоторые вообще можете встретить бабушки нам в шкафу. Екатерина нам, собственно, это продемонстрирует. Катенька, здравствуйте! Ой, прекрасно, мне нравится не меньше, чем то, что мы видим на модели. При этом более практично, потому что актуальное мини, как на модели, в сочетании с шерстяным жакетом, это все-таки одежда на более теплую погоду, и вот будет в межсезонье не очень комфортно с голыми ногами. Здесь же у нас свободная юбка, это кожзаменитель, это не кожа. Свободная форма позволяет ей быть комфортной даже в теплую погоду. Все, кто носил кожу на юбке, сталкивались с тем, что когда больше плюс 15, жарковато становится. Когда юбка свободна под форме, когда под ней вискозный подъюбник, она очень комфортная. Легкий верх позволит надевать этот образ даже в очень теплую погоду. Ну и мы теперь уже знаем, что этот вариант горошка называется инверсный. Да, и пикантная деталь ожерелья. Оно вносит разнообразие, добавляет элегантности этому луку. Когда вы используете монохромную черно-белую гамму, при этом вы не контрастная брюнетка, лучше смягчить этот контраст при помощи жемчуга. Я считаю, что это идеальный вариант. Вам нравится? Спасибо вам, Катенька, за помощь. Возвращайтесь. Мы продолжаем разговор о модных тенденциях и о том, как ввести их в нашу повседневную жизнь. Затягивает. Продолжаем. Какой следующий образ? Это один из моих любимых дизайнеров, основатель итальянского минимализма Джо Джо Армани. Несмотря на свои огромное количество лет, до сих пор бодр, весел и радует нас новыми тенденциями. Что же он нам предлагает в этом сезоне? Во-первых, обращаем внимание на необычную фактуру. Металлизированная ткань, с одной стороны, напоминает нам восточную парчу, с другой стороны, это что-то футуристичное, это что-то указывающее на будущее. И сочетание элементов. С одной стороны, эта шляпка могла быть создана Кристианом Диором в 50-х годах, с другой стороны, она абсолютно современная, смотрит в будущее. Ну, насчет шляпки я бы посомневалась, Рома, мне кажется, что не каждая девушка захочет такое надеть. Кто готов попробовать шляпку от Армани, девочки? Что-то прям нет леса рук. Буду носить сам. Слушай, ну, действительно смелый образ, и по фактуре ткани, и по головным уборам. Но еще мне интересно, только что говорили, что юбки в моде, и вот, пожалуйста, брючный костюм. Не юбками едиными жив человек. И обращаю внимание, брючный костюм здесь очень эффектно смотрится, благодаря тому, что сочетается верх и низ из одного типа ткани. И обрати внимание, видишь, брючки немножко укорочены. Обрати внимание, брючки немножко укорочены. Мы долгое эхо друг друга просто. Причем у тебя укороченные брючки с каблуком. Здесь они не менее эффектно смотрятся и без каблука. Почему, Рома? Во-первых, завышенная талия брюк, то есть брюки довольно высокой посадки. Во-вторых, низ и верх из одного материала, и в целом такой силуэт смотрится более вытянута. Поэтому можно использовать даже комфортную летом обувь, какие-либо балетки. Мы усваиваем что отсюда? Во-первых, металлическую фактуру. Это модно, это актуально. Во-вторых, укороченные брюки. Брюки с завышенной талией и в целом совпадающие по цвету жакет и брюки. Вот теперь, когда ты это сказал, мне стало все просто и понятно. Аж захотелось увидеть реальный образ. Вот сейчас увидим реальный образ на Ирине. Здравствуйте, Ира. Итак, на что обращаем внимание в первую очередь? Очень эффектная акцентуация талии. Рассеченный лацком в сочетании с укороченным рукавом. Это позволяет вытянуть нижнюю часть силуэта. И даже если вы не очень комфортно чувствуете себя на каблуке, вы можете носить жакеты с укороченным рукавом и укороченные брюки без каблука. Второй момент – это манжет на брюках. Когда он присутствует, он в целом делает форму более завершенной. Если вы девушка с крупными бедрами, то наличие манжета немного уравновесит силуэт. Ну и опять же, металлик у нас присутствует. Во-первых, у нас металлик в бижутере. Во-вторых, у нас круглая форма серег. Такие серьги наверняка есть у каждой девушки. То есть вы можете использовать вещи, которые уже есть в вашем гардеробе. Ты вот просто сказал сейчас, как в точку, не поверишь. В прошлом году на распродаже в одном из обычных киевских магазинов я купила себе практически вот такие брюки, которые войдут в моду только в этом году. Спасибо тебе, Дом Армани, за то, что я такая модная и без тебя тоже. Будем называть тебя Баба Ванга в своей репешн. Вам нравится этот образ? А у меня еще вопрос. Что по поводу вот этой тигриной физиономии? Анималистичные принты не отпускают нас. Держат зубами, клыками и не отпускают, к сожалению. Но я люблю такие более пастельные варианты, хотя в конце мы увидим что-то поярче. И ты заинтриговал, как всегда. Спасибо вам огромное. Ну что же, продолжаем. Ой, как красиво! Сколько ярких красок! За что я люблю Дом Диор? Узнала. Я по твоим глазам вижу. Это коллекция Дома Диора. Классический стиль интерпретирован Рафом Симмонсом. Здесь мы видим классическую диоровскую форму. Она не меняется с конца 50-х годов, регулярно возвращается. Но здесь мы видим за счет прозрачного специфического шифона сверху снова тот же металлический эффект. На розовом мы видим золотые блики. Во-вторых, мы видим тот же минимализм сверху, узнаваемую уже линию жесткого колье. По-разному она может реализовываться. Здесь это атласная лента, завязанная вокруг шеи. Раньше мы видели металлическое колье. Но силуэт, жесткий силуэт, все тот же. И обращаем внимание на длину юбки. В сочетании с завышенной талией такая юбка формирует очень и очень женственный силуэт. Только что мы говорили о том, что брючные костюмы в моде. А теперь Дом Диор добавил вот такой женственности в виде этих волшебных юбок-колокольчиков. Вам нравятся они? Давай же посмотрим на то, как этот образ выглядит в реальной жизни. Очень хотелось бы. Вам хорошо в этой юбке. И такое впечатление, Рома, что мы снова можем использовать вещи из прошлогоднего гардероба. Были юбки в пол, стали покороче. Вы можете на самом деле перетряхнуть ваш шкаф и найти коллекцию Дёрпис от восьмого года и смело ее применять в этом году. Да откуда же у нас такие вещи, дорогой мой? Так что насчет длинных юбок? Просто обрезаем и носим? Длинные юбки, которые носили в прошлом году, в принципе, можно носить, но здесь мы видим совершенно другой объем. Там они у нас свободно свисали и строили, здесь форма более жесткая. Поэтому, если у вас две или три такие юбки, попробуйте смастерить такую же многослойную конструкцию. Здесь мы видим, что у нас два слоя. Первый слой атласный и сверху на атласном слое у нас прозрачный шифон. Ура! Теперь юбки должны быть пышными. Диор советует. И обращаем внимание на длину. Эту длину поддерживают и многие русские трендсеттеры. К примеру, Ульяна Сергеенко, известная русская модница, которая сейчас одевает и Ксению Собчак, и Мирославу Думу, и много-много русских звезд. Следует тому же силуэту. Спасибо. Это очень красиво, очень женственно и по-весеннему. Есть еще идеи, как принарядиться этой весной. Рома, ждем с нетерпением. Самый эпатажный француз Жан-Поль Готье. Действительно эпатажно. В такой расцветочке да в метро. Да, девчонки? Ну, точно под поезд не попадешь. Напоминает немножечко вот эти сигналы, которые обозначают ступеньки, либо какие-то выступы на стенах, чтобы люди в них не врезались. Но опять же, меньше столкновений с прохожими будет. Что мы отсюда выносим? Во-первых, яркий, замечательный желтый цвет. И в целом яркие цвета, и противоположный ему яркий голубой, если у вас холодный цветотип, будут смотреться очень эффектно. Во-вторых, обращаем внимание на громоздкую бижутерию. Готье по-прежнему любит Африку, и мы видели в двух образах, где мы имитировали Шанель, и где мы имитировали Диор, мы уже видели громоздкую бижутерию. Это африканское влияние, влияние очень-очень сильное в этом сезоне. В-третьих, форма. Свободно сидящее платье, либо свободно сидящий сарафан с асимметричным рисунком всегда имеет очень сильный стройнящий эффект. Если вы чувствуете, что вам необходимо вытянуть силуэт, стать визуально выше, выбирайте асимметричный контрастный рисунок и свободную летящую форму. Это добавит минимум 15 сантиметров роста и без каблуков. И Готье вам в помощь. Что правильно на практике применить из этих идей? Покажет Оксана. Ну, Рома, я тебе скажу, немножко отличается. Отличается? Отличается существенно. Ну, здесь мы должны усвоить те уроки, которые нам дает то платье. Во-первых, свободная форма, во-вторых, асимметричный контрастный рисунок. И в целом мы видим, что Оксана у нас в обуви на низком ходу, и несмотря на это силуэт выглядит очень вытянутым. Ну, и мы можем сравнить наш рост, для того, чтобы вы понимали вместе, и отдельно такой силуэт воспринимается очень гармонично. То есть нам важно, что этой весной смелое сочетание цветов – это по-нашему? Да. И я не сомневаюсь, что мужчины уже в восторге, ведь вопросы моды касаются и представителей сильного пола. Да, мужчины в целом падки на яркое, поэтому, если хотите привлекать внимание, не стесняйтесь. Спасибо вам большое, вам очень к лицу, голубой. Ну, и что же ты оставил на десерт? Имя, которое щекочет, это слух многим русским модницам – Джанни Версачи. Несмотря на то, что уже давно умер, продолжает волновать умы. Халатик. Нет, ну это не халатик, это юбочка и курточка. Причем курточка у нас кожаная, расшитая стеклярусом. Юбочка у нас довольно эффектная. Это у нас мини, и на что мы обращаем внимание, в первую очередь, на цвет – яркий желтый. У нас у Гатье уже присутствовал яркий желтый цвет, и здесь мы видим этот же замечательный яркий желтый цвет, но уже у Версачи. А у меня есть такая желтая кофточка, помнишь, вся такая ажурненькая? Попала? Хорошо? В целом, в этом сезоне для того, чтобы быть в тренде, достаточно ввести хотя бы одну яркую желтую вещь. Но не забывайте, если у вас довольно бледная кожа, выбирать лимонные холодные оттенки не следует. Они сделают кожу еще более бледной. Выбирайте цвета более натуральные – охровый, либо цвет желтка. С какими цветами нельзя сочетать желтый? Потому что я уже себе начинаю фантазировать. В желтый цвет очень тяжело относятся к другим ярким цветам, поэтому желтый лучше оттенять. При помощи базового синего цвета джинс, при помощи серого цвета, при помощи бирюзового цвета, который в моде был в прошлом сезоне. Ну, более сдержанного, более темного. Желтый должен быть самым ярким цветом в образе. И я хочу сказать, что чувствую по атмосфере, которая царит в нашем доме, что желтый цвет – это творческий, яркий и дружественный цвет. Желтый цвет – это как витамины, это лучшее средство от весеннего витаминоза. И мы посмотрим, как же желтый цвет можно применить в реальной жизни. Я хотел бы пригласить Юлю. А вот он желтый, с оттенком зеленого. Да-да-да, то есть такой холодный оттенок желтого. Чтобы он не бледнил, мы применили теплого оттенка блеск. И обращаем внимание, что такой оттенок у нас всегда делает серые и голубые глаза более яркими. А вот наоборот, если у вас карие глаза, такой оттенок желтого вам не подойдет. И обращаем внимание, здесь у нас идут переклички. Дизайнеры дышат одним и тем же воздухом. Асимметрия у нас присутствует в этом образе. И ее же мы встречаем в предыдущем образе от Жанна Поля Гатье. Великолепный вариант. По-моему, очень весело и по-весеннему. Спасибо вам большое, вы прекрасны. Ты познакомил нас с новейшими тенденциями моды этого сезона. Вкратце, что мы должны усвоить, чтобы не ошибиться и быть великолепными этой весной? Во-первых, смело сочетаем фактуры, смело сочетаем цвета. Для того, чтобы добиться стройнящего эффекта, в противоположной зоне выбираем вещи более объемные. К примеру, сочетаем кожаную юбку-карандаш со свободным верхом. Если вы не очень уверены в своей фигуре, если вы не очень уверены в своей стройности, будьте смелее, используйте объемные формы. Вас может вдохновить Диор с его объемными юбками, которые любую фигуру делают гиперженственной. Помним, что асимметрия всегда имеет стройнящий эффект. И мужчины всегда обращают внимание на яркие предметы. Поэтому смело вводим звериные принты и яркие цвета в свой образ. И в целом, будьте смелее. Если вам самим это нравится, окружающие обязательно это оценят. Спасибо тебе, дорогой! Буквально на наших глазах Рома Медный смело трансформировал идею высокой моды под наши повседневные потребности. И вы заметили, мода настолько разнообразна, что девушка с любым вкусом останется довольна. Вы уверены, что ваш организм изо дня в день накапливает шлаки? Отсюда ощущение тяжести, усталости и лишние килограммы. Не спешите их выводить. Сегодня у меня в гостях девушка, которая испробовала самые разные способы очистки организма от шлаков. И этим только ухудшило свое состояние. Здравствуйте, Анна! И я сразу представлю человека, который поможет нам разобраться с этой проблемой. Встречайте гастроэнтеролог Александр Матанчук. Александр, здравствуйте! Я знаю, что эта проблема в твою жизнь, Аня, ворвалась и в ней осталась, да? Да, до сих пор. Изменений нету никаких. Вы мечтаете раз и назавжди вывезти обтяжливые шлаки. Именно их считаете причиной болезни и вашей надмирной ваги? А еще и реклама запевняет, что ваше тело каждый день накопитывают отходы. Они в виде слизи, каловых каменей, песка, отложений на судинах зашлаковывают ваш организм. Но вы даже не догадываетесь, что лучшие медики и передовые аппараты диагностики досы шлаков не находили. Вы тоже уверены, что очищение от шлаков вам просто необходимо. Часть узнать правду. Я уже пробовала чай, пила, там, меня обещали, что все токсины и все шлаки выведутся. И процесс похудения ускорится после того, как вы выведете шлаки, токсины. Именно так и говорили, шлаки и токсины, да? На упаковке все написано, посидите неделю дома, старайтесь, что будут от туалета недалеко. Я поняла, что они имеют в виду. Я представляла себе, что это комок такой забитый, что этот чай его рассасывает, и оно все выходит с этим чаем. Аня, а как долго ты уже пытаешься похудеть вот таким способом, выводя шлаки и токсины из организма? Ну, я в таком весе уже 6 лет. Что еще пробовала? Я также проуслышала от подружек новые таблетки. Все выводится, и вес начинает теряться. Я попробовала, пропила их 2 недели. Так. У меня состояние очень ухудшилось. Просто сижу, смотрю в одну точку, я никого не замечаю. У меня там ребенок, мама, мама. А я, ну, на своей волне сижу, и муж выбросил эти таблетки, а знакомая пропила их полгода. Так. Она похудела, но ее положили в больницу. И она заработала себе щитовидную железу. Проблемы со щитовидной железой? Да, много и с желудком проблемы. Ай-яй-яй. Я благодарна мужу, что он их вовремя выкинул и запретил дальше пить. Но после этого, Аня, ты решила, что пусть без таблеток, но все-таки шлаки и токсины нужно как-то выводить. Ну да, везде пишут, очисти желудок, и процесс пойдет. Какие еще способы пробовала? Клизмы подружки пытались, я тоже советовали, но якобы не дошла к этому. Я нашла салон, там, где обещают чистку этого желудка полностью, пару-тройку раз. Процедура очень болезненная. И один пишет хорошо, другой пишет не очень, и меня это остановило. Вес еще больше. И мне тяжело дышать становится, живот распирается. И у меня иной раз думаю, может, это уже места там нету. От шлаков и токсинов? Да. И какие у тебя сейчас планы? Чего ты хочешь? Здесь вот врач, как бы, я хочу, просто пусть мне подсказали, стоит чистить. Действительно уменьшится живот, если почистится, и процесс похудения начнется. Или не стоит, есть эти шлаки или нет. Вот, шлаки есть. И что это такое? Шлаки и токсины. Шлаки – это дань моде. Многие девушки, женщины следят за собой, и очистка организма, она как бы в тренде благодаря этому. И наша героиня яркий тому пример. Аня пострадала от этого? Современный образ жизни, современный образ питания, экологическая обстановка, естественно, как-то негативно могут сказываться на нашем самочувствии. Удобно это все, и легко списать на какие-то мифические шлаки. И недобросовестные производители очищающих добавок, они информационно подпитывают данную ситуацию. Но для чего все-таки придумали такое понятие шлаки? Или они есть? Этот термин встречается в популярной литературе, вот в интернете. Но в медицине такого термина не существует. Ни один объективный метод исследования, я говорю, УЗИ, гастроскопия, колоноскопия, он не показал каких-то мифических залежей вот этих шлаков. Когда говорят шлаки в организме человека, что имеют в виду? Речь идет о нормальной деятельности самого организма. Просто в процессе его жизнедеятельности образуются продукты обменных процессов, так называемые метаболиты. И для того, чтобы это вывести, есть специальные органы. Это печень, это почки, кожа, дыхательная система, потовые железы. И в норме он отлично с этим справляется. Притом, мало того, иногда эти функции, они хорошо дублируются. И если один орган находится в состоянии напряжения, по какой-то причине, пусть даже болезнь какая-то, его функцию на себя переносят, забирают вот эти вот другие органы и системы. Но если избавляются от шлаков с помощью клизмы, то видно же, извините, что такое шлаки. Но тогда получается, что это то, чем мы ходим в туалет. Кишечник – это полноценный орган. Если клизма выполняет его функцию, и он привыкает к этому, и потом без клизмы уже нормального похода в туалет не будет. И человек начинает идти на поводу. Нужна клизма? Отлично. Регулярно. Каждый день. Клизма – это медицинская процедура. Это подготовка к определенным исследованиям, в частности, толстого кишечника. Это предоперационные подготовки, это подготовка к родам, подготовка к введению каких-то лекарственных средств, рентгенологическому исследованию кишечника. И это же может быть использовано в случаях запора и лечения острых отравлений. Но это не должно быть на постоянной основе. Этим нельзя увлекаться и злоупотреблять. Ким, мы таким образом организму не помогаем, а вредим. Чаще всего именно так и происходит. Готовясь к сегодняшней теме, я, Аннушка, так же, как и ты, путешествовала по форумам в интернете, в том числе и на форуме нашей программы, я встречала истории женщин, которые пострадали от самостоятельной чистки организма или от салонной, так называемой, чистки организма. Одна из героинь поделилась своей историей. После 30 лет она начала регулярно чиститься салонным способом. Ну, то есть специалисты, так называемые, помогли выводить ей шлаки из организма. Дошло до того, что она с заболеванием попала в больницу. Ей поставили диагноз «острое воспаление кишечника». В салонах действительно сейчас используют высокотехнологические клизмы, то есть гидроколонотерапию. Прежде чем на нее пойти, нужно проконсультироваться с врачом обязательно. Почему? Потому что человек сам может не знать о том, что у него в кишечнике могут быть проблемы. Какие-то серьезные воспалительные заболевания. Это могут быть истончения стенки кишечника. И тогда такие процедуры только усугубят состояние такого человека. Поэтому нужно ко всему относиться разумно в первую очередь. Есть еще такое средство «очистки» уже организма – голодание. Как к этому относится врач-гастроэнтеролог? Ой, это великолепное средство «очистки» в кавычках. Почему? С одной стороны, абсолютно верно. Мы не кушаем. Естественно, вместе с едой не поступают какие-то потенциально вредные вещества. И в первую очередь речь идет здесь об аллергенах. То есть в медицинских кругах действительно существует такое понятие, как «лечебное голодание». Оно должно проводиться под присмотром врача и по строгим показаниям. А когда человек начинает использовать подобный подход в домашних условиях, он чаще всего зарабатывает какие-то проблемы. Понимаешь, Анна, что получается? Все те методы, которые ты испробовала, ну, понадеясь на то, что что-то подружке сказали, что-то ты где-то прочитала, казалось, что они вредили тебе, твоему организму и не привели к желаемому результату. Нет, только хуже. С каждым годом вес набирается. Я что-то пытаюсь новое найти. Но мне, конечно, благодарна, что мне объяснили, что нечему, по сути, выходить. С токсинами как? С токсинами дела обстоят иначе. Токсином называется яд биологического происхождения. Это вирусы, это бактерии, это грибы, некоторые паразиты, ну, мы знаем, гельминтов, да. Человек, считая, что он зашлакован, он начинает чиститься, ничего не происходит, ситуация усугубляется. И к врачу он попадает тогда, когда что-то сделать на самом-то деле уже просто поздно. Вот эти биологические яды, токсины, да, о которых ты сказал, от них можно очистить организм? От них нужно очистить. Сейчас был сезон респираторных различных инфекций. Вы приходите к доктору, он назначает какие-то вспомогательные средства, там, от головной боли, от основных симптомов. И что обязательно? Всегда рекомендуется обильное питье. И таким образом вместе с жидкостью, которая выводится через почки, выводится и часть токсинов. Мы помогаем организму избавиться от них. Чем мы можем помочь нам, таким людям, как Аннушка, которые борются с лишним весом, хотят, чтобы организм был действительно здоровым и чистым? Регулировать свое питание, смотреть, чтобы не поступало с ним потенциально вредных и опасных для нас продуктов. Не курить, не пить, не злоупотреблять. Это очень банально, правда же? И вот здесь вот может быть определенная неожиданность, даже связанная с питанием. Есть люди, у которых в силу вкусовых предпочтений еда становится однобокой. Ну, например, человек любит мясо, жирное мясо, и начинает часто много его есть. Это достаточно серьезная нагрузка на наш пищеварительный аппарат, на наши почки, на нашу печень. И для того, чтобы помочь организму справиться с такой нагрузкой, есть смысл делать разгрузочные дни вегетарианского плана, то есть овощные, либо фруктовые. Также нужно достаточно употреблять жидкости. Помните, я говорил о том, что кожа – это один из органов, который помогает нам выводить лишнее из нашего организма? Поход в баню или сауну. Хорошо пропариться, равносильно хорошей тренировке в спортзале. Это достаточно серьезная нагрузка на наше сердце и сосуды. И поэтому люди, у которых есть подобные проблемы, должны к этому относиться крайне осторожно. Аннушка, ты сегодня много услышала информации, которая развеяла твои сомнения по поводу твоих прошлых поступков, и информации, и советов, которые дал доктор. Наверное, ты теперь знаешь, как поступать? Просто правильное питание, и не надо ничего ощущать. Помимо правильного питания, нужно еще пить. Полтора-два литра жидкости в день. Это правильно, Александр? Это правильно. Но я хотел бы еще дать несколько советов, чтобы решить основную проблему. Я так понимаю, это лишние килограммы. Да, лично. Для начала нужно постараться разобраться в их причине. Опять же, не стоит забывать и о том, что иногда это могут быть какие-то эндокринологические, то есть гормональные расстройства. И это тоже нужно обязательно выяснить. Мало того, сегодня стало известно, что жировая ткань – это не просто какой-то балласт, который выполняет только такие эстетические функции. Оказалось, что это полноценная эндокринная железа, вырабатывающая огромное количество гормонов. Ого! Не от всего жира есть смысл избавляться. Хотел бы пожелать, чтобы вы больше не смотрели интернет и грамотно разбирались в причинах той или иной проблемы. Спасибо вам большое. Я очень вам благодарна. Я сегодня в очередной раз убедилась. Организм наш в целом разумный. И чтобы решить его проблемы, нужно применять разум. А как это сделать, подсказал сегодня Александр. Спасибо огромное. Спасибо. Говорят, весь апрель никому не верь. Но мы вполне доверяем звездам и Хаялу Олег Перву, который знает, что случится, по мнению астрологов, на неделю с 15 по 21 апреля. Так что же готовит неделя? В период с 15 по 21 апреля зерки подштовхнуть нас до изменений и активных действий. Тиждень будет приятным для принятия важных решений. Это может быть купирование автомобиля, изменение работы, место проживания или даже своего семейного стану. Зерки обещают успешный результат в любом случае. Как приятно, что нам предстоит неделя полная интересных и важных событий. А что ждет Овнов? Давай начнем с них, как всегда. Овнам у цей період слід запастися оптимизмом. На них звалиться чимало клопотів, и деколи может здатися, что упоротися с ними просто неможливо. Але подивіться на ситуацию под іншим котом. Правильно розрахуйте власні сили, не бойтесь хвалити себе, нехай навіть за найменші успехи. Адже много наших проблем стают нерозвязанными, потому что мы, заздалегідно, не верим в свой успех. Конечно, Овны знают, нерозвязанных проблем не существует, и эта неделя тому доказательства. Что ждет Тельцов? Тельцам след присвятить цей тиждень саморозвитку та самовдосконаленню. Зараз вони можуть добиться в цьому чумолих успехов. Але займаючись питаннями карьеры, работы та навчання, не забывайте про особистое. Близькие вам люди зараз, як ніколи, потребуют вашей уваги. Нехай на перший погляд це і непомітно. Постарайтесь хоч ненадовго, але відкласти свої справи і приділити час рідним. Радость гармонії. Якщо обе чаши весов одинакові, ми ощущаємо полноту життя. Далі предсказання для близькоців? Близнюкам на цьому тижні зірки рекомендують поступатися в суперечках і більше прислухатись до думок оточуючих. Це допоможе їм уникнути конфліктів, а також стане запорукою успіху в справах. У плані кар'єри у представників цього знаку очікується кардинальні зміни, результат яких буде позитивним. Невозможно представити себе близькоця, який вступає комусь в спорі, але на цій тижні це буде найбільше розумна тактика поведення. А що приготували зв'язки тим, хто родився під созвіздием Раки? На цьому тижні Раки зможуть розв'язати навіть найскладніше завдання. Удача зараз на вашій стороні і цим варто скористатись. Намагайтесь не відкладати серйозні питання на потім, не розмінійтесь на дрібні і рутинні справи. Зараз той час, коли ви можете досягти великої мети, тому не лінуйтесь і куйте залізу, доки гаряче. Наверное, стоит быть особенно решительным представителем этого знака на этой неделе. А чтобы зарядиться энергией, подкрепитесь бодрящим кофе. Угощайся, Хаял. Все начинается с Нес-Кафе. Дальше информация для Львов. Левам цей тиждень подарують чимало світлих вражень, які в першу чергу будуть пов'язані з успіхами у сфері карьєри. Зараз представникам цього знаку вдасться реалізувати багато своїх ідей. На вихідних зірки радять зайнятися творчістю. Це допоможе вам відволіктися від суети і зібратися з думками, щоб потім знову приступити до роботи. Ну что ж, не обязательно писать симфонию или создавать картину. Можно просто собрать близких и приготовить для них, например, вкусный ужин. Я уверена, что они будут довольны. Дальше девы. Дів на цьому тижні чекає несподіваний приплив коштів. Але всуперед своїй заощадливій натурі постарайтесь витратити їх на приємні покупки. Порадуйте себе приємними емоціями. В кінці тижня можливі конфлікти з друзями або рідними людьми. Щоб уникнути їх, перегляньте свій стиль спілкування. Ваші зауваження безсумнівно справедливі, але людям іноді дуже неприємно чути правду. Особливо, якщо вона гірка. Излишня прямота, по-моему, не приводит к хорошему, поэтому не стоит критиковать близких. Поищите лучше, за что их можно похвалить. И это им придется по душе. Веси. Терези зараз можуть опинитись в безглуздій ситуації. А причиною всьому їх надмірна довірливість і відкритість. Намагайтеся бути обережнішими. Не довіряйте мало знайомим людям. Також не варто безостережно вірити отриманні інформації. Перевіряйте її, щоб не потрапити в халепу. Довіряй, но проверяй. Все ми вспомнили зараз цю поговорку. Вона буде актуальна для весов. А чого ждати від цієї недели скорпіонам? Цей тиждень буде дуже сприятливим для скорпіонів і в стосунках з близькими людьми, і на роботі. Це чудовий час, щоб щось змінити в собі. Можна оголосити війну своїм шкідливим звичкам, або поміняти щось у своєму гардеробі. Але не варто забувати про здоров'я. Зараз ви будете вразливі, особливо перед захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Иногда, щоб змінитися, достатньо просто прическу поміняти. От на мій взгляд, це освіжає не тільки внешній віт, але й ход мислі. Давай узнаємо, що ждет стрільців. Для стрільців тиждень буде неоднозначним. Через надмірну дратівливість в них можливі конфлікти з рідними людьми. Зате на роботі цей період буде успішним і навіть прибутковим. Тому, щоб уникнути сварок з близькими і знайти гармонію, намагайтеся контролювати себе. Терпиміше ставтесь до рідних, адже родина – ваша фортеця. Козирогам варто бути обережними у фінансових питаннях. Не погоджуйтесь на сумнівні пропозиції. Уникаєте зайвих витрів. У професійному плані вам дасться досягти бажаного. Постарайтесь докласти максимум зусиль. Якщо добре попрацюєте, ваші старання будуть оцінені. Можливо, навіть підвищені. Водоліїв чекає цілий ряд яскравих подій і позитивних емоцій. Попереду подорожі і нові зустрічі. В роботі потрібно постаратись приділити час питанням, які давно відкладалися. З'явиться відмінна можливість для успішної реалізації. Сімейним водоліям слід більше часу приділяти своїм рідним, щоб уникнути образ і конфліктів. Наші близькі люди добре нас знають, і тому в складній, навіть професіональній ситуації, можуть допомогти дільним совєтам. Воспользуйтесь цим. І риби напослідок. Рибам варто бути уважнішими до свого оточення. У них можуть з'явитися недоброзичливці. У професійній сфері у представників цього знаку можуть відкритись нові перспективи. Так що працюйте активніше, намагайтесь бути на очах у свого керівництва, щоб не впустити свій шанс. У риб ситуації, в яких внимательність і бдітність играють решаючу роль. Ми знаємо тепер все необхідне для того, щоб удачно прожити цю неделю. І я уверена, що ваш жизнений корабль буде курсувати по волнам з большим успіхом і радістю. І не забувайте, встретитися з нами – це значить получить заряд бодрости на всю неделю. Дякую за перегляд!